А почему вы решили проголосовать за этот законопроект? Ну, потому что я считаю, здесь никакой дискриминации нет. Здесь вопрос идет о том, чтобы не было специально направленной работы или деятельности к формированию нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот о чем идет речь. А об ущемлении права здесь нет никакой речи, потому что человек, имеющий традиционную ориентацию, и нетрадиционную ориентацию, имеет одинаковые права. Речь идет о том, чтобы формирование специально проводимой работы в этом направлении не было. Это все. А где вы видите здесь дискриминацию или ущемление прав? Вы лично. Вот в этом законопроекте описывается то, что будет визнительное ограничение, именно средства распространения данной информации в интернете. Я хотел узнать, каким образом будет контролировать тогда это, например, социальные сети? Я думаю, что мы для начала примем закон, законопроект подтвержден, и не имеющий. А потом уже провисывают, когда они уже разработают механизм по тому, чтобы закон функционировал. Да, я поддержал концепцию. Я поддержал концепцию. По-моему, очень много вопросов будут задаваться во время рассмотрения второго, третьего года. Так все же, почему вы решили пригласить за этот проект? Тут, я же говорю, концепция, она совершенно очевидная. Тут надо учитывать, значит, менталитет, значит, кыргызстанцев, да? Этот вопрос в той или иной форме должен быть вынесен, значит, на заседание, пленарное заседание. Вот этот момент настал, и дальше видно будет. А где на сколько доработан законопроект? Ну, наверное, значит, это будет с учетом мнений, значит, общественности, прежде всего депутатов, естественно. Я думаю, прежде чем запустить второе чтение, наверное, надо провести серию, так сказать, конфитативных встреч, мероприятий, кровавых столов, себинаров. Еще вот в этом самом законопроекту не описывается именно значение слов нетрадиционной ориентации, а как вы понимаете? Я сейчас ответить на этот вопрос, наверное, не буду, я буду излагать, так сказать, свои мысли во время рассмотрения второго чтения. И вот последний вопрос. Не нарушается ли, вы думаете, законопроект именно основа Конституции по правам и свободам отдельных групп? Если в той или иной форме какой-нибудь законопроект будет нарушать требования Конституции, то этот законопроект не будет, значит, утвержден, прежде всего, что в Оркенеше, и, наверное, вряд ли подпишет президента. Относительно этого законопроекта, нарушает ли он? По-моему, нет, в первом чтении, пока меня никто не убедил, что этот законопроект нарушает Конституции.